На дань уважения работе тех людей, благодаря труду которых становилось это предприятие, развивалось, благодаря труду которых наш район, наверное, стал сейчас таким, как он сейчас есть. Потому что, наверное, невозможно было бы этого, если бы экономику района в своё время не поддерживал, не поднимал Краснокаменский рудник, благодаря которому нас знали в крае, как производственный район, промышленный... В Курагинском краеведческом музее 6 апреля состоялось открытие выставки «Богатство Сибирского края», посвященного 50-летию основания дирекции строящихся Ирбинского и Краснокаменского рудников Горного управления Кузнецкого металлургического комбината и 45-летию выделения самостоятельных производственных единиц Ирбинского и Краснокаменского рудников. В этом году, в апреле, исполняется 50 лет с тех пор, как подписаны были документы о разрешении на строительство Краснокаменского рудника и 45 лет с того момента, как дирекции Краснокаменского и Ирбинского рудников разделились. То есть две вот таких знаменательных даты. И плюс к этому повод для повышенного внимания Краснокаменскому руднику ещё и такой, что долгое время у нас не было никаких экспонатов, никаких документов с Краснокаменского рудника. Так сложилось, что с Ирбы поступали документы, с Артёмовского рудника поступали, а с Краснокаменского не было. Но благодаря энтузиастам, благодаря жителям Краснокаменки, администрации Краснокаменского посёлка, у нас сейчас появился очень богатый обширный материал, который мы сегодня познакомим жителей района с ним. Во-первых, это рукопись Ивана Евграфовича Смирнова, жителя Краснокаменки, который долгое время собирал документы. Он написал не только историю Краснокаменска, рукописную, но и ещё запечатлел всю историю рудника и посёлка в фотографиях, поскольку он с юных лет увлекался фотографией. У нас на данный момент есть уникальнейший альбом с фотографиями, на которых история рудника с самого первого дня, ну и, можно сказать, до современности. Также у нас представлена коллекция камней, минералов Сырбинского и Краснокаменского рудников. В открытии выставки приняли участие работники образования и культуры, учащиеся 8-11 классов Курагинской школы номер 1, ветераны труда Краснокаменского рудника Григорий Захарюта, Тимофей Титов и глава посёлка Краснокаменск Виктор Горбов. Ветераны поделились своими воспоминаниями о времени становления предприятия и о насыщенной и интересной жизни посёлка тех лет. Зиму перезимовали, началась весна. Думать надо как-то организовывать здесь, потому что какой-то гараж строить надо. Ну, Берешток приехал, посоветовались, определили место, временно гараж построить. Это одно. И вторая, самая главная задача была, начинать рыть фундамент под дробильно-сортировочную фабрику. Это даже главнее было, чем гараж. Даже главнее было. Ну, вот эти два объекта, особенно фабрика. Ну, сначала, конечно, как было. Это, да, кстати говоря, я неправильно упустил. Фундамент вырыли ещё первое лето. А зимой, когда приехали, мы всю зиму заливали фундамент. Всю зиму заливали фундамент. Ну, конечно, там зимморозы были. Делали специальные, ставили сварочные аппараты. Вот. ТС-500. Такие стали стержни, бетон, и подключали к самому, чтобы отогревать бетон. А чтобы отогревать бетон, представьте, когда мы состояли, 45-50 градусов. Да, до 50 градусов до Галли-Мороза. И вот за время зимы весь фундамент залили. Мы там, как и в этом, в гараже точили все закладные детали, потому что там же анкредные болты и всё такое. Там закладные все, этот бетон ставят, чтобы потом оборудование устанавливать на анкредные болты и всё. Ну, всё, за зиму фундамент был залитый. Когда началась весна, здесь уже, не помню, с какого-то рудника, по-моему, с Удрабаши. Разобрали там временную фабрику, такую дробильно-сортировочную, и привезли сюда. Ну, и просто это монтировать надо. Нужен кран, крана нет. Ну, и давай с вороны, с эскаватора сняли ковш, вот, и приспособились к кранам. Вот Петрик был там на этом, на эскаваторе. Вот он, здесь, да, Петрик Юрий был там. Вот он монтировал, это всё обороты и фабрики монтировал. И вот где-то, наверное, к осени уже фабрика была смонтирована. Была смонтирована фабрика.